Накануне вечера в московском аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки загорелся самолет. Погиб 41 человек. 37 человек спаслись. Это новости Верхниками. Здравствуйте в студии Екатерина Кравцова и вот о чем мы будем рассказывать сегодня. Они уже не вернутся со смены. ЧП на Азоте унесло жизни трех человек. В компании создана комиссия по расследованию несчастного случая. Легко ли пройти в магазин незрячему с собакой и поводырем? В обществе слепых устроили необычный рейд. Благое дело. В Никольском храме началось благоустройство территории. Сегодня утром весь город потрясла трагедия. По официальным данным, во время плановых ремонтных работ в цехе номер один на Азоте прогремел взрыв. В результате ЧП погибли трое мужчин. Сварщик и два слесаря. Мастер бригады сейчас находится в больнице. Подробности в сюжете Анастасия Лакман. Электрогазосварщик Николай Лимонов посвятил работе на предприятии практически всю свою жизнь. А вот двум его напарникам было всего по 23 года. Денис Кукшинов и Станислав Гагаринов работали слесарями-ремотниками. В свою последнюю смену работники ремонтировали внешние ограждения 600-кубовой цистерны. По словам представителей предприятия, емкость была пуста. Остатков аммиака там не было. Что послужило причиной хлопка, предстоит выяснить экспертам. В компании создана комиссия по расследованию несчастного случая. Также приступили, создали комиссию в соответствии с нормативной документацией. Следственные органы, комитет по труду. Сейчас прибудут специалисты Ростехнадзора. Возможно, придется привлекать какие-то наши отраслевые институты для выяснения причин. В Уралхиме отмечают, авария никак не связана с основным производственным процессом. Предприятие работает в штатном режиме. Экологии города вред не нанесен. Между тем, в больнице под наблюдением врачей остается еще один пострадавший – механик. Сегодня в учреждение был доставлен один пострадавший с подозрением на черепно-мозговую травму. При обследовании у пациента данные за травму или за отравление не подтвердились. Пациент продолжает находиться под наблюдением. И с ним работают психологи. Затраты на лечение пострадавшего руководство компании берет на себя. Семьям троих погибших, помимо страховых выплат, предусмотренных трудовым договором, предприятие окажет дополнительную материальную помощь и компенсирует расходы на погребения. Анастасия Лакман, Степан Некрасов и Дмитрий Воронушкин. Новости о Верхникаме. Березняковские огнеборцы предупреждают. Неправильное обращение с огнем или печным отоплением может привести к непоправимым последствиям. За последнюю неделю пожарные выезжали на три крупных возгорания. Чудом никто не пострадал. Один пожар произошел в городской черте, другие – в поселках Романово и Железнодорожный. А вот в поселке Железнодорожный днем 3 мая выгорел двухэтажный жилой дом. Второй этаж выгорел дотлан. Причина пожара – предварительно короткое замыкание электропроводки. На регуляцию пожара было задействовано 5 единиц автотехники и 19 человек личного состава. В огне никто не пострадал. А мы напоминаем, что в городе в эти дни введен особый противопожарный режим. Горожанам запрещено сжечь костры в лесу и на дачных участках. Продолжу выпуск. С 10 мая в Березняках перекроют проезд по улице Пятилетки от Сума до Авангарда. Подрядчик приступает к последнему этапу – укладке асфальта и благоустройству территории. Неудобства придется потерпеть до 1 июля. На втором заключительном этапе улицу Пятилетки расширят до 4 полос. Установят новое освещение. Заасфальтируют тротуары, высадят кустарники и газон. Участок длиной в 700 метров планируют отремонтировать за полтора месяца – до 1 июля. Напомним, первый этап капитального ремонта проходил с сентября по декабрь минувшего года. Там выполнены мероприятия по выносу инженерных, коммуникаций. Также выполнена работа по устройству наружного освещения, контактности троллейбуса. На реконструкцию потратили 110 миллионов рублей. Подрядчик – компания «Химспецстрой». 5 мая весь мир отметил Международный день борьбы за права инвалидов. 27 лет назад люди с ограниченными возможностями здоровья из 17 стран вышли на улицы против дискриминации инвалидов. В Березняковском обществе слепых к этой дате приурочили необычный рейд. Продолжит Сергей Колейник. Вперед, вперед! Илье 23 года. Проблемы со зрением с раннего детства. Различает только свет. Обычный для большинства людей поход в магазин для него крайне сложен. Помогает парню его верный друг – лаборадор по кличке Лума. Это особенный питомец. Он полностью заменяет Илье глаза. И в Международный день борьбы за права инвалидов члены общества слепых вместе с Ильей пошли по торговым центрам, магазинам, спортивным и музыкальным школам, чтобы проверить, пустят ли незрячего с собакой в общественные места. По идее, с собаками не поймут. Это собака погубит. С ней можно везде заходить. Мне нет. Есть документы. Документы, пожалуйста, посмотрите. Илья вместе с Лумой прошли обучение в Москве и даже сдавали экзамены. У них есть документы, разрешающие ходить там, где висит табличка «Вход с животными запрещен». Но пускают не везде. Например, в одном из банков города накануне просили выйти. Ну вот мы зашли с собакой. Нам охранник в камеру говорит, сюда собаками нельзя. У нас была вот эта шлейка. Мы ему говорим, у нас тут значок есть, что собака поводырь. А он все равно говорит, собакой сюда нельзя. Во время этого рейда Илье были открыты все двери. Но все же в некоторых местах спрашивали документы на четвероногого помощника. Сотрудники общества слепых клеили наклейки. Вход с собаками и поводырями разрешен. Кстати, охранник спортивной школы «Темп» лично помог зайти в помещение. Можно погладить? Да, да. Не спрашивайте? Нет, нет, нет. Как голубь? Лума. Лума это. А девочки? Да. Да, все, умные девочки. Вот где оказали действительно радушный прием. Почему мы наведались в «Темп»? Илья любит пробежки, прогулки на лыжах, играет на фортепиано и даже увлекается резьбой по дереву. И во всем этом помогает его верный друг. Собака поводырь в Березняках всего одна, а в крае таких пять. К сожалению, не все инвалиды первой группы по зрению получают собаку. Это ответственное дело. За ней нужен хороший уход. Это сложно, но это стоит того. Человек тогда становится независимый, может ходить один, только с собакой. Чтобы получить поводыря, человеку с ограниченными возможностями зрения надо отстоять большую очередь и пройти обучение в Москве. Зачастую у инвалидов не хватает даже денег на дорогу. Представители общества слепых надеются, что березняковцы, встретив в городе незрячих, будут относиться с пониманием и предлагать свою помощь. Сергей Каленик, Степан Никрасов, Новости Верхниками. К другим темам налоговая инспекция напоминает предпринимателям нашего города. 1 июля наступает срок обязательного применения онлайн-касс. Налогоплательщики, которые прежде освобождались от применения онлайн-касс, должны будут их установить. Это индивидуальные предприниматели в розничной торговле и в сфере общепита, вне зависимости, есть у них работники или нет. А также индивидуальные предприниматели, у кого есть наемная рабочая сила в сфере оказания работ либо услуг. Это могут быть, например, перевозки пассажиров, это общественный транспорт, парикмахерские услуги, услуги красоты, косметологи, ветеринарные услуги и так далее. Под этот закон также попадает и ТСЖ. Руководителям нужно приобрести онлайн-кассу, выбрать оператора фискальных данных и зарегистрировать аппарат. Сделать это можно на сайте налоговой службы или в личном кабинете, а также в фирме, где приобреталась онлайн-касса. Налоговики рекомендуют регистрировать кассу заранее. За несоблюдение закона организациям грозит штраф вплоть до отстранения руководителя или прекращения деятельности на срок до 90 дней. Наверняка многим пятидневные выходные запомнились в первую очередь первомайской демонстрации. Шествие началось в 11 и чуть больше, чем за час город показал всю свою трудовую мощь. Ура! Березняковским спортсменам! Именно спортсменам, которые год от года прославляют наш город, по традиции досталась почетная миссия открывать первомайское шествие. По официальным данным, в демонстрации приняли участие около 200 предприятий и организаций города. По Советскому проспекту с шарами, флагами и транспарантами прошли 20 тысяч человек, а это примерно на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Кстати, в Березняках день весны и труда отметили без происшествий. С праздником вас! Ура! В эти выходные завершилась и пасхальная неделя. Благодаря праздничным дням березняковцы, как и положено, в светлую седмицу наведывались друг к другу в гости и ходили в церковь. Кстати, у Никольского храма начали благоустраивать территорию. Ис-богу! 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 Завершается пасхальная седмица. В Никольском храме особенно светло. Иконостас в живых цветах, служители в золотисто-красных одеяниях. На праздничную пасхальную литургию пришли несколько десятков верующих со всего города. Светлое Христово Воскресение, оно просвещает все уголки Вселенной. Проводил службу архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. Верующие внимали каждому слову священнослужителя. Праздники нам даются для того, чтобы вот воскресение Христова, да? Христос воскрес, это наше воскресение. Мы тоже будем переживать воскресение. А для того, чтобы достичь Царства Божьего, нужно очень много усилий. И усилий всю жизнь. Всю жизнь учиться, всю жизнь постигать и всю жизнь совершенствоваться. Совершенству нет предела. Эта пасхальная неделя ознаменовалась еще одной благой вестью для прихожан. Территорию у Никольского храма начали благоустраивать. Первый этап начинается с лестницы, которая с улицы Пятилетки. Вот это первый этап. И второй этап – это вот сейчас, где мы находимся, где уложен бордюрный камень, плитка. И до входа, въезда на территорию храма. Что же касается внутреннего убранства, на первом этаже до сих пор идут отделочные работы. Только после их окончания мастера приступят к росписи стен и сводов. Планируется, что Никольский храм будет одним из самых больших в Пермском крае. Он сможет вместить в себя одновременно 930 прихожан. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости. Верхникаме. В эти выходные в Березняковском драм-театре состоялась последняя в этом театральном сезоне премьера. Спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети». О постановке расскажет Анастасия Лакман. Аркадий, по-моему, улюбился. Я видел, как она на него смотрела. А мне кажется, что ему нравится Анна Сергеевна. Минимум декораций, сдержанные черные костюмы. В этом спектакле все продумано так, чтобы внимание зрителей было приковано исключительно к людям на сцене, к их неподдельным эмоциям, жизненным историям и проблемам, актуальным даже спустя столетия. Вообще нам кажется, что каждый человек – это своего рода натянутая струна. И у нас у каждого есть своя боль и свои болевые точки. То, что нас тревожит. И если вдруг нас задеть, каждый человек, наверное, от какой-то боли будет трясти, колыхать. Билеты на спектакль, кстати, распродались с невероятной скоростью. Оба премьерных дня зал был полон зрителей. Это безумно хорошая труппа, это безумно хорошие артисты. С ними можно ставить любой спектакль, они безумно открыты. Первые мои хорошие впечатления, моя любовь к этому театру и к этим артистам, это, наверное, случилось с спектаклем «Бог ездить на велосипеде». Потому что некоторые артисты оттуда попали в этот спектакль, в распределение. Однако вновь показывать спектакль актеры не спешат. Еще раз увидеть героев Тургенева березняковцы смогут только 26 мая на закрытии 83-го театрального сезона. Напомню, что с 22 по 26 мая в стенах БДТ будут ежедневно показывать все пять премьер этого сезона. Билеты уже разлетаются, словно горячие пирожки. Ведь в следующий раз увидеть на сцене актеров березняковцам доведется лишь в октябре. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхникамья. Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефонам 43-17-11 и 26-28-17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Вы смотрели главные новости Верхникамья. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА